В Ненецком округе продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Сдать объекты подрядчики должны не позднее сентября текущего года. Ход работы ценил глава региона Юрий Бездудный. Александра Литкова продолжит. Капитальный ремонт дома номер 25 по улице Пионерской выполнен на 85%. Это один из 16 многоквартирных домов, которые ремонтируют в этом году в рамках региональной программы, реализуемой окружным фондом содействию и реформированию ЖКХ. По этому дому ремонт перенесли на более ранние сроки, потому что жители жаловались на холод. И этот дом как раз показывает то, что если жителям не устраивать сроки проведения ремонта по программе региональной, то они могут обратиться в департамент строительства. И их просьбу обязательно рассмотрят и, возможно, перенесут на более ранний срок. В начале ремонта выяснилось, что фундамент дома значительно прогнил, что потребовало выполнения дополнительных работ. Это утепление специально экструзионным утеплителем в три слоя по 5 сантиметров. То есть пирог в 15 сантиметров в шахматном порядке, без зазоров, утепляется цоколь. Местами в первом этаже, где есть санузлы, мы там также добавляем сам пирог из базальтового утеплителя, вскрывая полы, а снизу также экструзионным. Перечень работ на всех 16 объектах различный. В основном это ремонт внутридомовых инженерных сетей электро- и теплоснабжения, газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, ремонт крыш, фундамента, ремонт и утепление фасадов, чердачных и цокольных перекрытий. Реконструкция дома номер 24А по улице Пионерской выполнена практически наполовину. То есть подрядчик снял старую вагонку, проконопатил все швы заново, пароизоляция, утеплитель 15 см и сверху новая вагонка. Вагонка обработана специальным составом, два слоя, чтобы избежать гниения, чтобы дольше стояло. Коммуникации тоже меняете? Вот как-то. Электричество, водоснабжение? Электричество, водоснабжение, газ. Все это меняете? Все меняем, но только до счетчика, там, где общее домовое имущество. Жильцы домов с пониманием относятся к неудобствам, связанных с ремонтом. Главное для них сейчас – это качество выполненных работ, чтобы зимой снова не пришлось мерзнуть в своих квартирах. В сентябре оба объекта должны быть сданы. А насколько хорошо сделан капремонт, покажет предстоящая зима. Надо отдать должное терпению жильцов этого дома. Действительно, они натерпели сначала холодов, сейчас ремонт. Но, знаете, это пока явление временное. По крайней мере, мы работаем с прицелом на качество и надеемся, что результат работ этой зимой порадует жильцов этого дома. Добавлю, капитальный ремонт в многоквартирных домах проводится за счет средств окружного бюджета и средств собственников помещений многоквартирных домов, собранных в качестве взносов на капитальный ремонт. В 2022 году планируется ремонт 17 домов.